С одной стороны, да, с другой стороны, это может быть оправданием тому моменту передышки, который им вообще нужен. Мы видим, что для того, чтобы они продолжили офенсиву, им нужно перебрать определенную часть из других мест. Им нужно реально дать передышку тем, которые были в Луганске и в Донецкой области. Мы видим, что они забрали большую часть из войск со стороны, с границей Финляндии. Это неправильно трактовалось как, ну скажем, желание не конфронтироваться с новой натовской стороной. Это, скорее всего, связано с тем, что нет необходимого ресурса внутри Украины. Поэтому им нужно переформатироваться, перегруппироваться. И поэтому, конечно, они попробуют оправдать каким-то там жестом доброй воли. Путин это говорит, потому что у него есть проблема. У него есть проблема с той частью населения, той части, кстати, воюющего населения, которые недовольны его стратегией, недовольны стратегией Минобороны. И считают, что все нужно было делать жестче, с полной мобилизацией. И именно эта фраза они используют с поставлением экономики страны на военных рельсах. Это значительная и опасная часть населения, потому что им позволяется говорить то, что они считают правду. Им позволяется называть войну войной, а другим не позволяется это, потому что у них есть оружие. Это наемники, это часть войсков, это люди типа Гиркина. И они это все громче и громче говорили. Поэтому Путин как-то перебрал инициативу и начал об этом говорить. С другой стороны, и это второй ваш вопрос, общество к этому не готово. Мы отслеживаем ежедневно запросы, вопросы, которые задаются в российских поисковиках. И динамика этих вопросов очевидна, что люди не готовы. Не готовы принять мобилизацию, они этого боятся, они собираются этого избежать. Путин не может этого не знать, если мы это знаем. Поэтому то, что он будет делать, это скрытая мобилизация, продолжение скрытой мобилизации, которая до сих пор делалась. Путем вызова резервистов все больше и больше, и больше старого населения, которые резервисты, которые считали, что никогда их не вызывают опять из запаса. Они обучаются сначала там две недели, три недели, потом отправляются. Но сама общая мобилизация, я думаю, что общество в России настолько не готово к этому, что вряд ли Путин ее объявит. Я все-таки считаю, что отношение к Парису Джонсону внутри Великобритании достаточно противоречиво. У него были очень хорошие стороны политические и такие, которые не очень стандартные. Его поведение всегда вызывало немножко негатива. И поэтому то, что важно, я уверен, что политика противопоставления в сторону России последних нескольких лет, она была институциональной. Она не была личной. Может быть, он был больше такой громкий, чем другие его коллеги. Но я заверяю вас, что это принципиальная политика всего парламента, всего правительства. И поэтому изменения вообще в лице Джонсона не уменьшат полную поддержку Украины и противостояния с Россией. Даже, возможно, это сделает ее жестче, потому что сейчас все-таки было уже несколько месяцев переживания со стороны Джонсона о своем собственном будущем. Так что я уверен, что он многим нравится в России, в Украине, извиняюсь, потому что он много помогал. Но еще раз хочу сказать, что это институциальная поддержка, и она продолжит. Во-первых, надо посмотреть на контекст. Он очень важен. Контекст в том, что когда, вы сами упоминали, когда была большая волна высылок российских дипломатов, которая началась в 2018 году после отравления в Солсбори, вот в этой волне участвовали практически все страны Евросоюза и все страны НАТО в Европе, кроме двух стран, это была Кипр и Болгария. Болгария тогда придерживалась, можно сказать, в более умеренной позиции. Ну, давайте не будем заранее высылать дипломатов, давайте дождемся решения суда и так далее. Были еще несколько случаев дальше, в 2019 году, когда высылались дипломаты несколькими странами Евросоюза. Болгария тоже не включалась в это. Поэтому сам факт, что сейчас такое огромное количество, 70 человек, беспрецедентное количество были высланы, оно можно рассматривать как полный пересмотр позиций Болгарии последних лет. И это серьезный удар по восприятию внутри России. Может быть, вы знакомы с этим мемом, который в российские государственные СМИ постоянно как-то раскручивали, что вот Болгарии оценили, Болгарии восхитились по очередному решению Кремля и так далее. Это была вот их надежда, что хоть одна Болгария как-то не полностью принимает евроатлантический нарратив и как-то симпатизирует Россию. Вот сейчас это все разорвано. А почему 70? Ну, по нашим данным, примерно половина из этих 70, по ним есть доказательства. И эти доказательства не последних месяцев, эти доказательства накоплялись на протяжении многих лет, что они занимаются, ну, часть из них шпионской деятельностью, а другая часть, ну, вмешивание в политические дела Болгарии путем того, чтобы они оплачивали журналистам определенным политикам из пропагандистской деятельности. Но большая часть из этой пророссийской политики, которая для них, ну, можно сказать, что нормально, была направлена именно на Украину, напротив Украину. То есть были, оплачивались конкретные материалы в СМИ, которые отражали антиукраинскую риторику, пророссийскую риторику, и оплачивались определенные люди, которые по телевидению выступали, включая политики, которые тоже занимали антиукраинскую позицию. И именно это стало все-таки триггером для власти, чтобы их именно сейчас выгнать. Редактор субтитров А.Семкин